Всем привет! Хотел бы поделиться со зрителями новостью, которая на этой неделе меня очень удивила, я бы даже сказал возмутила. Стартап BERT уволил 406 сотрудников удаленно, которые работали из-за коронавируса на расстоянии с своих компьютеров. И как он это сделал, и почему меня это возмутило, я как раз сегодня хочу вам рассказать в этой новости. Утром 27 марта 406 сотрудников компании BERT получили сообщение о проведении вебинара. Сотрудники BERT считали, что теперь глава компании, бывший топ-менеджер Uber, на минуточку, хочет поделиться с ними информацией по поводу работы в условиях коронавируса. Из дома они уже работали в этот момент, напоминаю. Однако работники заподозрили неладное, когда увидели, что список участников и ведущие конференции скрыты, а говорить во время звонка нельзя. В течение следующего часа они расспрашивали коллег о том, кто еще получил приглашение. Краткая справка, что вообще такая компания BERT? Компания BERT в 2018 году уже, то есть не так давно, получила статус единорога. То есть компания стоит больше 1 миллиарда долларов, а компанию BERT оценили вообще в 2 миллиарда. В прошлом году они привлекли еще дополнительные инвестиции в виде 75 миллионов долларов. Чем занимается компания? Компания занимается арендой, то есть прокатом электросамокатов. Справочка. В итоге руководство решило сократить 40% сотрудников. Из 1060 работников свои места потеряли 406. На данный момент, насколько я понимаю, компания приостановила свою деятельность. Итак, вернемся к тем событиям. 27 марта, 10.30 утра. Сотрудники вошли в систему Zoom, но их поприветствовала тишина. Для тех, кто не знает, Zoom это что-то типа скайпа сейчас новомодного. В течение последующих пяти минут сотрудники смотрели на слайд с темно-сером фоном, в котором было написано COVID-19. Некоторые решили, что у Zoom возникли технические проблемы и отключились от видеоконференции. Остальные после пяти минут ожидания услышали обращение машинного бестелесного голоса. Женщина, в которой никто не смог распознать сотрудника BERT или члена руководства, рассказала, что видеоконференция – это не лучший способ для такого рода сообщения. По ее словам, COVID-19 серьезно повлиял на бизнес-стартапы, потому что по этому менеджменту компании пришлось принять невероятно сложные и болезненные решения. В итоге запланированная на полчаса встреча заняла всего две минуты. Это было похоже на эпизод из черного зеркала, сказал уволенный сотрудник. Это был трусливый ход, заявил один из менеджеров. Это звучало как запись, и это было очень страшно и зловеще. Странно и зловеще, отметил другой сотрудник, все это были тоже цитаты. А вот официальный комментарий BERT. Увольнения никогда не бывают легкими и комфортными, а коронавирус повлиял на то, как это происходит. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Там также отметили, что с участниками встречи общался живой оратор в режиме реального времени, а слайд содержал дополнительную информацию об оплате за 4 недели в качестве пособия, в трехмесячном медицинском страховании и так далее. Однако, большинство сотрудников по-прежнему считают, что звонок был записан заранее. Многие из них, кстати, так и не смогли прослушать речь до конца встречи. Экраны их макбуков внезапно потемнели, компания начала перезапуск системы. К 10.40 утра, то есть спустя 10 минут от начала, все были заблокированы. Это было тем более удивительно, так как за несколько минут до этого голос объявил, что последним рабочим днем будет 3 апреля. Выяснилось, что месяцем ранее кто-то из IT-отдела BERT, вообще это уже полный трындец, слушайте внимательно, поручил написать сценарий, который позволил бы компании мгновенно закрыть все учетные записи пользователя, компьютер, электронную почту и так далее, одним нажатием кнопки. Однако разработчики заверили, что сценарий будет использоваться для общего выхода, а не для массового увольнения. Прикольно придумали, да? Смотрим дальше. Некоторые сотрудники, у которых был выходной, или те, кто работал в более позднюю смену, не понимали, почему их компьютеры перезагружались, и почему они не могли войти в систему. Другие честно пытались присоединиться к вебинару, попытаться хотя бы как-то подконнектиться к всеобщей вот этой истории, а некоторые и вовсе были в неведении. Просто не знали, что происходит. По итогу на следующий день все уволенные получили стандартное письмо с благодарностью от бывшего босса. А теперь полный трындец. Также IT-отдел отправил бывшим работникам коробки с этикеткой, бывшими они стали вот за несколько минут, отправил бывшим работникам коробки с этикеткой для обратной доставки, чтобы вернуть ноутбуки, зарядное устройство и бейджи. Все предметы должны быть отправлены до 15 апреля. При этом как работники могут получить свои вещи, оставленные в офисе, никто не уточнил. То есть представляете, да, насколько вообще это нелепая и беспринципная со стороны руководства ситуация. Мое отношение к этой ситуации – это просто трындец. Если кто-то из вас смотрел фильм «Небо в небо» с Клуни, еще такой довольно старый фильм, где руководство компании нанимало специального человека, который ездил по разным подразделениям компании и увольнял людей, потому что самого руководства не имело характера для того, чтобы сделать это самостоятельно. То есть не смогло, не могло оно смотреть в глаза человеку и вот глядя вот прям человеку в глаза сказать «Дружище, извини, компания не вывозит, ты уволен». Нанимало для этого специального человека. Далее фильм, кстати, интересно заканчивается тем, что этого человека вроде как в будущем должна заменить систему по скайпу и специальные люди уже могли никуда не летать, а по скайпу заявлять работникам о том, что они уволены. Эту грязную работу, кстати, в большинстве компаний, как правило, выполняют HR, ну и руководители часто подразделения, директоры департаментов тоже это сами доносят. Но компания Bird пошла еще дальше, чем этот фильм, еще дальше даже, чем «Черное зеркало». Они вообще решили ничего не говорить лично, для того, чтобы там вот я в домике, меня не касается, а просто записали сообщение, которое вы прослушали сейчас, просто записали это сообщение, и люди просто от этого сообщения, ну, мягко сказать, я думаю, на тот момент охренели. То есть представьте себе, вот многие из вас сейчас работают дома, я сейчас работаю из дома, например, сам, мне это очень понятно, и в какой-то момент мне говорят, так, очередная конференция, ребятки, собираемся. Я тут из дома, за чашечкой чая, думаю, ну, отлично, поработаем. И мне тут картинка COVID-19, дружище, ты уволен. И тут звонит курьер, короче, привозит мне коробочку от компании, говорит, пожалуйста, сдайте рабочий ноутбук, бейджик, что у вас еще там, проездной на метро, карточку на бензин, талоны столовую. Поэтому, извините, мы для вас больше ничего сделать не можем. Я считаю, что руководитель, любой компетентный руководитель, даже некомпетентный руководитель, любой вообще руководитель, должен лично говорить своим сотрудникам, либо специально обученные люди в компании должны давать разъяснения. Потому что у людей огромное количество вопросов после такой новости. Что делать с отпусками? А я ухожу в декрет, а я сижу в декрете и подрабатываю, а я вот рассчитывал на премию, будет или нет, а вот что мне еще делать, кредиты и все такое. У людей огромное количество вопросов после таких вещей. И нужно на эти вопросы отвечать. А когда руководство вот этот делает слайд и все, до свидания, это действительно напоминает какую-то серию безумную из черного зеркала. Кто не смотрел, посмотрите. Сериал о том, как технологии влияют на наш мир и какие потом баги эти технологии в нашем мире могут вызывать. И вот посмотрев этот фильм, я понимаю, что вот реальная история вот действительно прям туда подходит. И если у нас в мире все будет так, если у нас будут начислять зарплаты по картам, мы работать будем из дома, как сейчас, и ни с кем не общаться, и увольнять будут тоже черным экраном, ну мир от этого, мне кажется, станет немножечко хуже. Должны быть прозрачные правила. Если работники эти правила выполняют, руководители эти правила тоже должны выполнять. Будем следить, что с этой компанией произойдет дальше. Будут ли какие-то новости. Если будут какие-то интересные сообщения, что-то об этом узнаю, или вы, может быть, что-то знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, напишите, пожалуйста, как бы вы отнеслись к тому, что ваш босс, ваша компания сейчас просто возьмет и по скайпу вам скажет механическим голосом, голосом Алисы, извините, вы уволены. Я думаю, каждый из вас ответит на этот вопрос для себя сам. Надеюсь, такого у вас не будет. Надеюсь, с вашим бизнесом все будет в порядке. Вы дотянете до того момента, когда все у нас опять откроется, и мы сможем нормально, полноценно работать. Если вы работаете на удаленке, надеюсь, ваше руководство о вас заботится, и вы также в ответ все делаете возможное, чтобы помочь вашей компании. Ну и надеюсь, что все в этом мире будет хорошо. Удачи! С вами были Гусиные истории. Я Антон Гусев. Не допускайте таких ситуаций сами. Не позволяйте такие ситуации допускать другим. Удачи! Пока! Ну, знаешь, как бэк, типа, в конце, в черно-белом сделаем. Я как-нибудь лучше без очков. Или, может быть, в серьезных очках, в несерьезных очках. А что если я, кстати, резинку буду делать? Ну, типа спортсмен, знаешь. Одной рукой, потом второй. Или будет отвлекать зрителя, как фокусник. Продолжение следует... Продолжение следует...